Мир знает, что представляться-то. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что рассказать-то? Кто я есть, я. Ну, я писатель. Лауреат литературных премий. Мустафин Емель Мустафьевич. Заслуженный работник культуры Башкорстана. Посчётный гражданин города Тайшета. Ну, что ещё, ещё сказать. Мои книги переведены на многие-намногие языки. Ну, что ещё? А какие планы у вас? А? Планы какие? Написать до смерти ещё хотя бы две книги. А какая тема? Ну, тема всякая. Любовь, труд, порядок, чистота, красота души. Особенно это нужно сегодня. Когда страна находится в таком... Хоть единый называется, единства нет. Мы все закрылись железными дверями друг от друга. Перестали ходить в гости друг к другу. В таком духе. Вот. В общем, надо трудиться, работать. А вот рядом с вами сидит товарищ. Вот это самое... Читатель Мустафина. Да, я читаю все его книги. Очень талантливые. Они отражают истоки башкирского народа. Вот всё, что я могу сказать вам. А если уж так, сейчас ещё. Неожиданно. Я его давно знаю. Этого человека. А так получится, что мы друг друга хвалим. А кто будет хвалить-то? Враг же не будет хвалить. Враг-то не будет хвалить. Неожиданно вот мне дал стихи. Читаем вот сейчас. Это необыкновенные глубины. Необыкновенные мудрости. И вот я ему сидел, шептал. Считать, я говорю, здесь нельзя это. Потому что надо уединиться. Не ожидал, что он так. И знал, что он умный. Знал это. Очень спокойный человек, в отличие от меня. Не спойчивый. Нет. Мне так кажется, не знаю. Серьёзный, надёжный. Как в башкир говорят, с ним можно и коней воровать, и красавец. Вот он такой человек. Неожиданно. Вот стихи он мне неожиданно показал. И я взял домой с собой. Домашнюю работу. Домашнюю работу, да. Тем более он сказал, что заплатят за каждую строчку по 25 тысяч. Можете представить. Ну, это же миллиардер будешь. Да. Напрасно вот это. Вы иронизируете. Он серьёзно. И насчёт денег зря иронизируете. То есть, он для меня сегодня открытие. Вот этим ещё спасибо. Нашей виновницей сегодняшнего дня. Он никогда не говорил. Никогда не... Да, говорит, пришёл так, что вот такое. В беседах я видел. Умный, серьёзный. Одно дело беседовать, другое дело писать. Это разные вещи. Вот так вот. Вот я даже не знал, что... Слушайте, не надо. Часто неудобно. Смолчай, ты лучше. Да, но слушай. Да, слушай. Так и так, да. Я сейчас прочту. Четыре строчки. Да, да, да. И тут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...